Друзья, всем привет! Мы потихоньку отходим от масштабного косяка Xiaomi, который привел к тому, что многие аппараты попали в бутлуп и там пришлось с ними разбираться. И сегодня мы с вами будем смотреть на новое обновление HyperOS и что оно нового будет нам давать после глобальной презентации компании Xiaomi. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе горяченький чайок и мы с вами начинаем. Сегодня у нас подопытный Xiaomi Pad 6. Да, это та новинка компании Xiaomi, на которой был сделан определенный акцент, что он будет получать все нововведения в такой вот первой очереди. И мне вот на презентации, которая была 25 числа, понравилось, что компания сделала акцент на том, что система все-таки будет весить меньше. Ну и вот знаете, с новым обновлением действительно это можно наблюдать. То есть всего лишь HyperOS на Pad 6 занимает 8,5 гигов. Это очень хороший показатель, учитывая то, что MIUI, ну в частности, весила там где-то то ли 12, то ли 13 гигов. То есть уже на ровном месте нам высвобождается память и это очень хорошо. Конечно же вас, наверное, интересуют как бы более качественные изменения, нежели там какие-то цифры. Но я также думаю, что для кого-то уменьшение веса системы также является одним из ключевых факторов. И вот что у нас добавляется по умолчанию на планшете Xiaomi Pad 6. Это взаимосвязанность. То есть сейчас на глобальном рынке будет формироваться такая большая экосистема. Где у нас, допустим, что там Mi Band 8 Pro будет с HyperOS. Ну, соответственно, смартфоны, планшеты, автомобиль также будет с HyperOS. Потом что у нас еще? Ну, там выходит у нас Xiaomi Pad 6s Pro 12.4. Понятное дело, что он с новой оболочкой будет. Но вот как вся эта история работает. Потому что хочется все это воедино собрать и чтобы у нас это более круто работало. На презентации было заявлено, что мы можем как бы все устройства кидать в Mi Smart Hub. Но пока что этого у нас нет. Как реализовано на той же китайской прошивке. У нас пока в шторке здесь остается Mi Home. Да, как бы у меня устройства в Mi Home есть. Вот как бы они присутствуют. Но хотелось бы, чтобы это было как бы в том же Smart Hub. Плюс было бы, конечно, неплохо, чтобы был, допустим, тот же телевизор от Xiaomi. Чтобы можно было переносить там, допустим, с умных там фитнес часов, браслетов и так далее. Куда-нибудь на телек информацию. Но, увы, таким я не владею. Поэтому отталкиваемся от того, что есть. Ну и так вот, как эта штука работает. Я уже на канале об этом рассказывал. Но поскольку в глобальной прошивке у нас это добавляется. И уже звучит не как подключение устройств. Я вам еще раз продемонстрирую. У меня есть Xiaomi 13T, который также как бы поставляется с этой всей штукой. И я сейчас на фоне все это буду проводить. Вот, допустим, мы нажимаем Bluetooth. Дальше мы здесь в поиске находим Xiaomi 13T. И нам к нему необходимо будет как бы-то подсоединиться. И вот здесь, смотрите, у меня проявляется такой значок. Я на него нажимаю. Далее мы включаем, конечно же, Wi-Fi для того, чтобы наша вся эта система была в одной сети. И после чего я получаю в правом окне у себя как раз возможность управления телефоном. То есть я могу отсюда спокойно нажимать и переходить в настройки телефона. Вот смотрите, Xiaomi 13T, пожалуйста, с планшета я могу спокойнейшим образом клацать. Да, плюс там еще дополнительная вся информация будет возникать, когда экономия энергии включается, ну и тому подобное. Да, вы можете еще заметить, что есть небольшой такой пинг. Но опять же, что поделать? Тут уже от этого никуда не уйти. Но есть еще какой-то один важный момент, что вся эта взаимосвязанность на 13T работает не просто так. Потому что я поверх накатывал обновления для приложения настроек. И вот вы у меня видите, что есть просто подключение устройств и есть именно взаимосвязанность. Если я на нее нажимаю, я вообще в принципе получаю Xiaomi Interconnectivity. А если я захожу в настройки планшета, то я, соответственно, получаю сразу взаимосвязанность. И тут будет совершенно другая история. То есть тут, во-первых, и перевод будет, рабочий столб плюс, ну и тому подобное. Если вам эта тема не нравится, допустим, вы можете ее свернуть и потом также обратно вызывать. Одним словом, очень удобная тема. И уже хотя бы ради этого стоит собрать себе небольшую экосистему Xiaomi, чтобы этим всем пользоваться. Да, понятное дело, вы можете не ограничиваться вот просто обычным, ну, каким-то скринкастом что ли. Вы можете там замески писать на планшете, перекидывать на телефон. Там еще что-нибудь делать, там видосиками обмениваться. В общем, тема такая очень интересная. Ну, я думаю, что компания на глобальном рынке все это будет развивать. Ну, а что же еще нового нам разработчики добавляют? Опять же, на той презентации было много чего сказано про новшества в новой прошивке. Ну и вот в частности у нас добавляется в уведомлении строка состояния количество иконок, которые будут отображаться. Нет, одна или же три. Это тоже в недавнем обновлении появляется, пока что без перевода, но в будущем как бы это все добавят. Ну и плюс, конечно же, мне нравится вот эта история, когда мы можем убирать заголовки в новой шторке. Если вам не нравится, когда куча текста, вы это можете спокойно отключить. По рабочему столу, по оптимизации быстродействия, планшет очень классно работает, летает, и тут вообще никаких нареканий у меня нет. Но есть небольшие нарекания у меня к работе частоты обновления. Да, как бы тут 60, 90, 144, но я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Нельзя принудительно выставлять 144 на какое-то приложение. То есть на смартфонах это можно, тут это делать нельзя. Еще также небольшой такой момент, который заключается в четвертом ползунке громкости. Ну или же регулировке уведомлений. Хотя вы мне можете сказать, планшет у меня без сим-карты, никто мне звонить не может. Но опять же, в теории мне могут и через телеграм звонить, ну и в принципе через любой мессенджер. Через скайп, через еще что-нибудь, дискорд и тому подобное. И то есть мне как бы хотелось бы видеть четвертый ползунок регулировки, ну потому как, ну а почему бы и нет. Ибо почему вот именно планшет этим вопросом обделяют. И также еще на презентации был сделан особый акцент по стилям блокировки. А именно на том, что у них немножечко было сделано в плане фильтров. Что я имею ввиду? Система была улучшена для того, чтобы мы могли получать вот такие эффекты размытия. Там стекло, матовые, ну и тому подобное. Вы мне можете сказать, что это уже было у нас в обновлениях в предыдущих. Да, оно-то было, но не везде. И то есть сейчас разработчики пытаются понять, насколько, ну как бы каждый аппарат будет это вытягивать. И насколько каждому аппарату это необходимо. Ну и вот опять же получается, что в новых обновах они будут улучшать эти эффекты. И в будущем, возможно, что-то новое они сюда еще добавят. Ну и это будет, конечно же, очень круто. Но планшет у нас не все эффекты получил, которые есть в той же там, ну, смартфонной версии HyperOS. Но опять же, я думаю, что и этого будет достаточно. Плюс тут еще также нет супер обоев. Ну и последнее, что я также хотел бы затронуть из нового обновления. Также стал замечать на многих аппаратах добавляется защита при зарядке. Если у вас 33 Вт и больше поддерживает там смартфон, планшеты и тому подобное, вам эта история будет добавляться. Ну, в частности, если там еще 67 Вт поддерживает, то однозначно вам необходимо активировать пункт оптимизированная зарядка. То есть защита там и во время зарядки ночью. И в целом, как бы, система будет следить за тем, чтобы ваш аккумулятор быстрее срока не помер. Ну и что же, друзья, вот такое обновление компании Xiaomi на HyperOS, ну и в частности, для планшета Xiaomi Pad 6. По каким-то вопросам я остался доволен и даже рад, по каким-то не особо. Но в любом случае, есть надежда, что то, что они добавили, ну, как бы, добавят в будущем и над этим работа идет. Если же нет, ну, как бы, как и обычно, придется с этим смириться. Но, опять же, разработчики над этим вопросом работают. И в целом, HyperOS оставляет лично у меня на сегодняшний день, ну, пока что положительные впечатления. Возможно, вы с этим не согласитесь, и потому я вас приглашаю в комментарии этот момент обсудить. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok